Ребят, привет! С вами Игнат, я в Балаклаве, я с Колей, Полиной и со Светой. Идем мы сейчас смотреть в заброшенный кинотеатр Родина. Кто-то меня просил снять детский сад на набережной. Ну, а вот он, кинотеатр. Вот это летняя часть, мы на самом деле на территорию залазили, просто там все закрыто стало. О, тут открытый зал получается, а это закрытый зал получается. Да, летняя площадка, уже девчонки говорят, было пристроено. Летняя площадка уже была пристроена, девчонки говорят, прям позже-позже-позже. Был до этого монре-по, построил архангел, потом это национализировали, стало монре-посом. Потом Родина, 50-е достроил летний кинотеатр. Да, и стоит оно в советских времен, да? Нет, ну да. Нет, ну почему оно, наверное, разрушилось уже после Советского Союза. Ну, сейчас есть план по реконструкции, какой-то план по реставрации существует, мне говорили мои коллеги по строительству. Но я его не видела, поэтому я не знаю. И радуюсь, что... Существует ли реально он, или это просто график? Ну, а Монри Поттер говорила, что это был типа театр раньше, да? Ну, кинотеатр. Всегда он строился как кинотеатр. Только один из самых первых. Вот отсюда мы тогда залазили. Очень жаль. А ты свет прямо вовнутрь заходила, да? Да, да. У меня же есть фотки. Ребята, это мы зашли в задний дворик этого кинотеатра, посмотреть. Вот, видите, летняя площадка, здесь проходили летние кинопоказы, скорее всего, какие-то и развлекательные мероприятия, почему бы и нет под открытым небом, так называемый курс-зал, скорее всего. Вот, девчонки рассказывают, как они ходили вовнутрь, потому что в какой-то момент там было все открыто, и можно было спокойно... Ну, не спокойно, но можно было зайти и посмотреть, что там внутри света. Она в инстаграме показывала, она фотографировала там пост у нее. Прикольно. Это я решил посмотреть, а нет ли случайно тут входа через эту кандейку, но нет. Это была будка киномеханика, она открыта, но напрямую в зал из нее не выйти. Такой задний двор, вот так вот здесь чисто, считайте, вот она набережная за зданием. А тут чистота и порядок. Просто красота. Полина там что-то увидела, пошла посмотрела, мы отсюда выбираемся. А тут, ребята, месим грязь. Это мы идем смотреть сеть, которую нельзя называть. Там очень-очень много видов с этого балаклавского карьера. И вот так вот, погрызище, утром, еще ветер такой пронзительный, мы искали то место. Сеть, которую нельзя называть. Вот тут мы подошли, посмотрели. Нет, не оно. Конечно, там очень красиво еще вода такая, такого цвета. Карьеры вот эти все под Севастополем, ну, произвели на меня впечатление. Это не исключение. Тут, поняв, что это не тот ракурс, мы пошли дальше. И вот оно чудо. Тут девчонки даже нашли обозначение, что вот отсюда, вот отсюда тот вид, сеть, которую нельзя называть. Вот оно, это а-ля сердечко. Мы посмотрели. Да, действительно, оно похоже на сердце, но все-таки мы пришли к такому выводу, что дорисовывает, наверное, многие, когда прям идеальное сердце, дорисовывает его в фотошопе. Ну, наше мнение такое. Продолжение следует... Ну, когда, в прошлый раз здесь были, такое ветрище было, я прям хотел побыстрее отсюда уехать. Синяка. Без ветра нет. Ну, это модная сауна рассматривалась. В этом ролике будут кадры и с Олей, и с Колей. Еще и Минато, так как специально. Оля и Коля. Супер некомфортная погода была тогда, и сейчас прям. Ой, какая красота. Сейчас я вам покажу. И, как всегда, тут много людей. Какие облески в море. Представляете, вот оттуда, вот где гора появляется, мы со Светой, потом с Кириллом. Вот так вот все это прошли. Но это только полпути мы прошли еще больше. И бочка смерти, она, вон она. Вот тут бочка смерти, у меня есть ролик оттуда. Так что, ребят, кому интересно, кто не видел, мы с Кириллом шли летом. Посмотрите, ну и зимний ролик. Когда мы шли со Светой, зимой, это тоже просто зимой свой трэш, летом свой трэш. Зимой, блин, все мокрое, ты можешь упасть, подскользнуться. А летом трэш из-за того, что жарко сильно. И от этого палящего солнца хочется побыстрее свалить. Вон они, они прям на балкончике. Тут как будто, мне кажется, какая-то башня раньше имелась в виду. А, кстати, а вот и видно садок этот, который я зумил. Отсюда можно улететь. Райский пляж Баунти, Полина говорит, туда есть спуск. Но Света говорит, там пахнет неприятно. А мне наоборот нравится, как рыбка пахнет. Мне тоже, кстати. Рыбный человек. Что ты про Чамбалу говорила? Чамбалу. Как Чамбалу? Чамбалу. По Чамбалу. Ничего, просто рассказывали, вспоминали в прошлом, как мы сидели на лесах, на закат смотрели, и все такое. А сейчас, Коля спрашивает, типа закрыли что-то, но как бы я никогда не заставала открытой ее. Да, я тоже тогда через забор лазил. Мне кажется, что тут они эрекистрируют, эрекистрируют. Эрекистрируют все, эрекистрируют все, эрекистрируют. Ну, 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 смотрите, вот тут реально леса отробились. Да. С той стороны. А я на нижней сидела все равно. Я тоже на нижней. Мне все равно нравится очень вид. С этой горы, вот на скотине, вот на улице все. Там в Тринителе. Можно сказать, само в общем. С этой горы, вот на скотине. Очень красиво вот этот мне дом нравится. Позовите, какой угол, какой там балкон был. Его, конечно, застеклили. А с той стороны вообще полукруглая ротонда. О, тут гаражи вон при храме. Помните, мы здесь где-то на смотровой церковь разглядывали? Давайте еще сюда подойдем. Так видишь, занял жизнь нашу кинетровую. Вообще бессовестный. Вот эту дачу, мое разглядывание. Зато тут дерево светилось сегодня. Магерань долго может берешь в воду. Сейчас на видео сниму, хочу поближе показать цветение. Помните историю этого дома? Балаклавия цветения. История этого дома? Она загадка, да. Никто не знает, что это было вообще. Обожаю какие дома. Ловушкой каждый второй такой. Заходим в этот классицизм. Мы опять пойдем туда? Пойдем хотя бы на нижнюю церадку. Это самое говорите, как в прошлый раз? Да. Да, сегодня была Клавия. Открывается все двери. Пройдем. А это как раз тот дом, где мы с Полиной будем жить. И будем соседками. Я просто думаю, где бы я с ней жил. Да, я решаю, где бы я жил. Света, как мы этажи поделили, по прошлой раз? Мы не этажи, а половинки. А, мы по половинке, да. Блин, ну я бы на набережной тогда жил. Я бы вашим соседом тоже был. Че, круг не пойдем? Там вообще нет красоты. Ну вот лесенку, как сделали, мне нравится. Да, мы с ней с толка. С одеялом. Он большой. Да, 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 выходцы у меня из Греции. Серафим был первый выходец. И здесь семья Серафимов жила. Ну, а потом Серафимов их фамилия Абрусела. Вот. Это один склон Балки и Пала в рейсе. А на другом склоне, под крепостной горой, был в Губаревом построен дом в 1910 году. Вот сейчас он покажется. И у Стефана Губарева в 1911 году родилась милинтина, дочка. И она потом вышла замуж за... Господи, за Ивана. Там столько Серафимов его. Ну, в общем, за парня, который жил. Она жила в этом доме. И мы со Светой, уже сто раз рассказывая эту историю, представляли, что это было далеко до революции, что они бегали через балку друг к другу в гости. Там по ночам бегали. Романтика. Да, романтика. Но раз она родилась только в 1911 году, то где-то в 30-х, по-моему, они познакомились. И потом он переехал в дом её отца. Отец, кстати, умер вследствие революционных событий. Но сохранилась библиотека. И сын этой пары вспоминал часто, что читал дедушкины книжки. Вот. Хотя во время войны... Вот это дом, который прям возле горы. Да, под крепостной горой. Где сейчас такие надстройки, да? Туда во время войны попал снаряд. То есть дом обнажился. И вся семья переехала опять-таки в дом. А, в дом, да? Да. Они в 30-х годах прям одной семьёй в таком большом доме так и жили? Да, они сначала в Губаревых жили дома. А как их не раскулачили, интересно? Я вот, не знаю, история умалчивает. Это Леонид Серафимов рассказывал. У него есть воспоминания о Балаклаве в время оккупации. Вот. Там частично есть воспоминания о жизни в этих домах. Ну, никого не подселили. Они как своими семьями жили, ещё и второй дом держали. Жили семьями. Потом, кстати, Мелентина и Серафимов, её муж, очень часто ссорились. И она даже уходила жить с детьми к своей подруге. Ммм. Да. А мы надумали такую романтику с Полиной. Вот почитайте воспоминания Леонида, очень интересно во время оккупации Балаклава. Они даже бежали на Фиолент и в нишах прятались, где в районе Бриза пляж. Вот, от немецко-фашистских захватчиков. Ммм. Почему к ним никого не подселили? Вот я не знаю честно, как они разобрались с этим вопросом. Очень странно. Пожоры. Может быть, начальник Ревкома оказался его там другом, не знаю, или должен. Может, он был такой же, как мы в Валужте поднимались к писателю. Может быть, как у Ценского такая же история была. Серафимовы, они потомственные рыбаки. Потом, получается, Иван, по-моему, он работал в рудоуправлении электриком. Дыбы. Что то же такое? Дыбы. Ну, в общем, на благо народа работали. Я не знаю, почему. Почему они раскулачили, да? Странно. Еще, если тот дом пострадал, они в другой переехали. Я задумывалась, но как бы нет у них информации. Мы дошли до набережной. Я вообще думал, что здесь закрыто все. Нет, ну оно-то... Фрагмент набережной, конец 19-го века, начало 20-го века. Набережная. Сооруженная англичаная в период обороны Севастополя была деревянной. Потом, уже в конце 19-го века, начали сооружать каменную набережную. Вот, кстати, Афанасий Христопола был подрядчиком. Я тоже стрюю рука, думаете. Ой, как... Это та самая рука Света из Бухчисарая. Он на карту, я же знаю, он тоже много чего предсказал. Афанасий Христопола был подрядчиком, вот, и была создана набережная каменная, Волоклавин. А сейчас, где мы идем, эта часть была названа новая набережная, поскольку здесь более поздние дачи, чем вот в той части набережной, стали появляться. Вот, это дача игрушкового головы Михейли, или Михайли. И потом дача актрисы Соколовой во флигеле, который... Флигель, кстати, утрачен, останавливалась в 1907 году, лезя украинка. Вот, и еще сохранилась дача врача Питькова, которая стоит прямо на утесе. К сожалению, утрачены полностью. Да, в принципе, они все утрачены полностью. Что я говорю, такое сохранилось. На фундаментах заново реплики построены. На самом деле, все здания были разобраны. Вот, полностью утрачены также дачи Сербина и меблированные комнаты Монтуезир, графинь Муравьевых. Вот такая печальная, на самом деле, история. Еще просто Полина рассказывала, что разбирали все по кирпичикам, как бы, и обещали... Сложить. Да, назад. Что это было? Кто тут мусорит? Значит, да. Но, к сожалению, никто не стал этим заниматься. Потому что гаражи нужны были на первом этаже. И очень печально сделали вот такие реплики на фундаментах старых дач. Но они немного похожи. Да, я понимаю, что старые дачи были в улучшающем состоянии, но, в принципе, их можно было спасти. Они примерно были, как вот, где мы лазили в начале, да? А, ты имеешь в виду про тупеек? Уже домик этот охотничий. Ну, что-то близилось к этому. В некоторых, кстати, и рамы где-то сохранились. Надо поднимать вот фотографии конца 90-х, начала 2000-х годов и посмотреть. Понятно. Нос, видите, как на Авроре. Да, уже. Все это, конечно, грустно. Ну, как бы, во всем хочется найти плюс. Хорошо, что здесь не построили какие-то гостиницы, да? Хотя бы, ну, подобие сделали. Подожди. Мне кажется, что когда-то это станет какими-то домами отдыха, возможно. Ну, да. Не, ну, могли бы, типа, а-ля вон того паруса, куда мы лазили, построить. Наверное, возможно, здесь эти дачи Янукович называли это место. Кстати, что там дымит? Там сейчас дымит. Я что-то не вижу наверху? Вон там дымит. А, ну, а там, наверное, шашлыки жарят народ. И самое смешное то, что они, ну, еще при Украине, повесили вот эти таблички на здание, что это объект культурного наследия, памятки, да, поставили. Хотя это новоделы. Как так-то? Как это происходит? Да, уже. Нисколько чаек. И в одном из роликов, ребят, мы были вот там. Мы были и вот в этом охотничьем домике. И вот в этой заброшенной гостинице. Прям отдельный ролик есть у меня. Реально, у нас какого врожа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А оригиналы в каком году примерно строили? Оригинал начало 20-го века. А, тут уже нормальная набережная была, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И зеленая тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикольно. Надо себя добавлять. Предположительно, по порядку Николая Петровича как-то было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если не знаешь, кто архитектор, говори, красно. Любой непонятный из-за ситуации. Честно, что так много чая? Косяк рыбы зашел? Наверное. Еще, ребята, из той поездки, из первой поездки, когда мы были с Олей, мы заходили вот в такую прикольную кофейню, попили кофеечек и на закате отправились вот в эту часть Балаклавы. Вы сейчас поймете, где. Видите? Получается, что это мы практически на въезде вот в бухте и море, в самом море туда дальше, выход из бухты дальше. А тут вот завод по ремонту подводных лодок, яхта. Вот эта вот вся красота, так называемая. Очень интересный ракурс. Первый раз я был на нем. Не знаю, девчонки, были, нет. Но я лично первый раз. Мы здесь, в принципе, тогда завершили ролик, но не в этот раз. Сейчас мы с вами еще перемещаемся в одно крутое местечко. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. это говорила там просто красиво где он лестница наверх пошла мы идем сюда кстати я сюда ни разу не ходил под ногами грязище что я раньше сюда не ходил все бывает когда-то впервой ой как красиво слушайте вот лайфхак сегодняшнего дня от меня кто сюда не ходил дойдите вот так мы напротив где мы были до красота если по пошли ребят отпишитесь в комментарии сколько нас таких кто блин много по многу раз здесь и ни разу сюда не дошел это же просто какой-то трындец это как бы сама напрашивающаяся тропинка в эту сторону сама напрашивающаяся но не факт что взял и пошел самый прикол что я ее видел я ее видел не один раз даже мысли не было у меня такой взять и пойти в эту сторону я прям вам советую ребят кто здесь не был обязательно сходите а тут смотрите какой балкончик народ он филит на море смотрит блин какой на балаклаве красота со всех сторон на какую сторону бы ты не пошел с какой стороны не оказался все равно тебе все понравится а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok